Трейлер Мстителей 4 взорвал все соцсети! 289 миллионов просмотров за сутки! Абсолютный рекорд! Неудивительно, что фанаты затирают его до дыр, и периодически это выливается в суровые споры, из-за которых временами хочется вообще уйти из интернета. Но только не в Амино. Соцсети, созданные фанатами для фанатов, здесь вы не найдете негатива и рекламу увеличения половых органов. Только вежливые обсуждения, уникальные подборки новостей и чаты, что перенесут вас в параллельную вселенную. Пользователи Амино дружелюбны и будут рады обсудить любые ваши теории вместе. К примеру, прямо сейчас в сообществе широко обсуждается личность спасителя Тони Старка. Присоединяйтесь, перейдите по ссылке в описании к видео или в закрепленном комментарии и скачайте Амино для iOS или Android. Также вы можете скачать Амино в App Store или Google Play Маркете и найти сообщество Comics Universe Амино через поиск. И не забывайте подписаться на нас! Человек-паук пронесся со своим мультфильмом не только через вселенные, но и через наши кошельки. Самая высокая зрительская оценка в истории экранизации Питера Паркера – это серьезное заявление. Но еще более серьезны планы создателей на продолжение. Они задумали сольник даже для свина-паука. Обо всем этом и о том, что будет с новой киновселенной Sony, мы и поговорим прямо сейчас. Ну а бонусом расскажем свежие новости о контракте Тома Холланда и даже сиквеле Венома. А вы уже видели приключения Майлса Моралеса и его друзей в кино? Ставьте-ка свою оценку шедевру в комментариях, а мы начинаем. И сперва поговорим не о Майлсе, а о Питере Паркере. Постаревшая версия Паучка стала звездой мультфильма. Но есть одна деталь, которая меняет все. Нет, речь не о том, что это мог быть паучок Тоби Магуайра, о чем мы говорили в гостях у Чака. Этот ролик вы можете найти по ссылке в описании. А сегодня мы говорим лишь о фактах. И факт в том, что на экране черным по белому написано, что это Человек-паук вселенной 616. Фанаты комиксов в курсе, что это главная и первая Земля, которая считается каноничной. Так что депрессивный и потерявший веру во все Паркер – это самое, что ни на есть, настоящая версия Паука. А родной паук вселенной Майлса Моралеса – это всего лишь ультимейт-версия. Да и то с огромными изменениями. В комиксах Питер Паркер вселенной Майлса погиб в 16 лет. Так что основное действие мультфильма – это фактически новый мир. Там Паркер дожил до 26, стал знаменитостью и геройски погиб, вдохновив Майлса на подвиги. Эта деталь в целом сохранена на экране. Ну и как не отметить факт, что этого Паркера играет Крис Пайн, знакомый всем по Чудо-женщине. А еще его белые волосы – непростое совпадение. В бородатых и весьма наркоманских комиксах о клонах у Паркера их нарисовалась целая куча. И один из них, Бен Райли, был замешан в истории с тем, как настоящий Питер сошел с ума, считая себя клоном. По итогам мутных и закрученных событий, Паучок-клон тоже перекрасил волосы в белый цвет, чтобы дистанцировать себя от настоящего Паркера. Такая вот отсылочка. Пайн – не единственный актер первой величины, засветившийся на экране. Лучшая часть мультфильма – сцена после титров с Мигелем Охаро. Именно так зовут Человека-паука из будущего, воплотившего платиновый мем с пауками. И его сыграл неподражаемый Оскар Айзек, прекрасно знакомый вам по «Звездным войнам». Эта версия паучка из «Киберпанк будущего» давно полюбилась фанатам. Мигель живет в 2099 году и борется с властью жестоких корпораций. У Охары нет паучьего чутья, но есть встроенная паутина и рефлексы, о которых Питер Паркер может только мечтать. Собственно, мы увидим их вместе. Устройство для перемещения между реальностями, продемонстрированное после титров, очень уж жирно на это намекает. Так же жирно, как сюжет намекал на паучка Тоби Магуайра. Причем не только остановкой поезда и посиделками с Мэри Джейн. Если кто забыл, Тоби могли заменить перед съемками Человека-паука 2. Есть разные версии событий, но большинство склоняется к тому, что актер здорово повредил спину. Сэм Рэйми даже оставил эту шутку в фильме, ну а мультфильм вспомнил трогательный момент. Постаревший Паркер также жалуется на поврежденную спину, в очередной раз намекая, как авторы хотят видеть Магуайра в сиквеле. Но нигде ребята так не отвели душу, как в создании окружающего внешнего мира. Сценаристы рассказали, что обращались к своим друзьям и предлагали им поместить свое творчество в проект. И поэтому на площади можно заметить огромный постер фильма «Зомби» по имени Шоан, а рядом с ним красуется Сет Роген и его картина о лошадках. Помимо этого, на экране засветились рэперы «Уикенд» и «Ченс» с немного переиначенными обложками своих альбомов. Но не только знаменитости удостоились упоминаний, часто кино забывает отмечать авторов комиксов, но мультфильм не пошел по этим стопам. У Стэна Ли здесь одно из главных в жизни Майлса Моралеса камео, и другие легенды также нашли свое место под солнцем. В телефонной книге Майлса Моралеса есть номера Стива Дитко и Брайана Бендиса, создавших эту версию «Паучка». Да и вообще, все авторы каких-либо персонажей появляются на обложках комиксов, разве же это не лучшая дань уважения ребятам? Неудивительно, что с такой проработкой деталей разговоры о сиквеле начались мгновенно. Эми Паскаль уже подтвердила, что он сосредоточится на отношениях Спайдер Гвен и Майлса. Нетрудно догадаться, что к ним присоединится Паук будущего, но другие персонажи остаются загадкой. Питер Паркер вернулся к Мэри Джейн, а Нуар Паук собирает кубик Рубика и доволен жизнью. Будут нужны новые лица, а их благодаря комиксам целая гора. Возьмем, к примеру, Леди Спайдер. Этой девушке не досталось суперспособностей, но достался очаровательный мир стимпанка. А еще интеллект Тони Старка, благодаря которому она сооружала крутые костюмы для сражений с викторианскими версиями злодеев. К колоритности сиквелу может добавить индийская версия Паучка. Павитер Прабахар не был укушен Пауком, но вместо этого получил способности от древнего учителя Йоги. Его дядя Бхим также погиб, и парень доказал, что не только в Америке с большой силой приходит большая ответственность. В качестве замены Нуар Пауку можно запилить викторианского Питера Паркуа из 17 века. Там его завербовал шпион королевы Елизаветы, сэр Николас Фьюри. Паркуа сражался с Норманом Осборном, и один его костюм уже достоин экранизации. А на смену свину-пауку стоит приглашать котика-паука с Земли 999. Он чаще всего сражался с голубем Веномом, и принесет в сиквел не меньше милоты, чем его поросячий друг. К слову о нем, помимо сиквела, создатели на полном серьезе обсуждают продолжение истории свинки в виде спин-оффа. Причем речь идет даже о полноценном фильме. Эту затею обсуждают как режиссеры, так и сама Эми Паскаль. Такой проект соберет миллиард, ведь люди толпами пойдут в кино, чтобы глянуть на Капитана Америкота, Кролика Халка, Кряктора Дума и другие пародии на любимых персонажей. Не исключено, что мы увидим анимационный сериал в духе Луни Тюнс, так что у этого парня большое будущее. Но не настолько большое, как у Спайдер Гвен. Если о свине говорят гипотетически, то ее спин-офф уже подтвержден. И не только ее, это будет полностью женский мультфильм. Уже подтверждено появление Спайдер Вумен и Шелк, да и Пенни Паркер не останется в стороне. Сценарий пишут прямо сейчас, но выйдет добро лишь после полноценного сиквела. Его готовят площадкой к женскому проекту. И оно не мудрено, Гвен сначала придется разобраться с чувствами к Майлсу. Ну а нам придется разобраться с тем, что рождение новой вселенной означает для ситуации в целом. На секундочку, Сони до сих пор владеет правами на основного Человека-паука в лице Тома Холланда. И после его сиквела имеет право выдернуть парня из Марвел. Но можете не переживать, на днях Эми Паскаль однозначно пояснила, что делать этого не планируется. Более того, продюсер выразила уверенность в том, что переговоры с Кевином Файги завершатся успешно. Так что Холланд не покинет киновселенную и разве что покажет себя с небольшим камео. Ибо после успеха фильма даже Файги не будет против установить с ним связь. К сожалению, того же не скажешь о Веноме. Пусть Том Харди и разорвал кинотеатры, приблизившись к миллиарду сборов, отзывы критиков сделали грязное дело. Несмотря на то, что сиквел фактически подтвержден, связывать его со Спайдер Версом или КВМ не планируется. Никто и словом не упоминает возможных кроссоверов. Так что Веном 2 полностью сосредоточится на карнаже. Правда, контракт Тома Харди включает три фильма. И в случае, если критики примут сиквел более тепло, нас таки может ожидать неожиданность. К сожалению, они неожиданности не всегда бывают приятными. На рынок кино стремительными шагами врывается Эппл. А когда в деле появляется гигант стоимостью в триллион долларов, ситуация всегда становится сложнее. Яблочники не планируют вкатываться в бизнес с нуля и облизываются уже на готовые студии. И это прямым образом связано с Человеком-пауком, ведь многие предсказывают, что в следующем году Эппл выкупит Сони со всеми потрохами. В контракте на передачу прав Паучка значится такой исход, и при нем права на персонажа возвращаются в Марвел. Кевин Файги будет несомненно рад такому повороту, но Веном, Спайдер Верс, Морбиус и другие робкие шаги японцев отправятся под нож. Остается только надеяться, что большой бизнес сжалится. Ведь и сейчас мы рискуем потерять Дэдпула из-за сделки Дисней и Фокс. Не хотелось бы, чтобы ситуация с Пауками повторилась. Текущая схема сотрудничества киновселенной и Тома Холланда смотрится отлично. Да и Спайдер Верс внушает оптимизм в будущее Сони. Нет сомнений, что в сиквеле будет еще больше камео, и вполне возможно ребятам удастся выцепить кого-то из киновселенной. Мы обязательно будем держать вас в курсе событий. Ну а пока у нас все. Скрестим пальцы за возможное появление Тоби Магуайра во второй части мультфильма, и горячо ждем вас для его обсуждения в комментариях. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok